Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про новинки бюджетной косметики. Наконец-то они приехали в наши магазины, потому что если вы смотрите мои сторис в инстаграме, вы видели, как я страдала, как я ходила по магазинам, и ничего не было. Просто какой-то, знаете, провал, вот черная дыра была после нового года, ничего нового не появлялось. И вот, наконец-то, наконец-то к нам что-то интересное привезли. Ну, давайте, собственно, начнем с чего? Начнем с предупреждения, что у нас сегодня очень-очень много новинок от Эвелина. Это польский бренд косметики, который многие любят, многие обожают. Ну, в общем, хороший бренд, про который мы довольно часто говорим. Они так конкретно обновили свою косметическую линейку. Кстати говоря, у них еще появилось очень много новых средств уходовой косметики. В основном это какая-то линия с улиточной слизью, но я не пробовала. Может быть, когда-нибудь в будущем мы с вами про нее поговорим, но не сегодня, не сегодня. В общем, первое, что они к нам привезли, это новые вот такие вот палетки, которые называются Professional. Не знаю, почему Professional. И выпущены они в двух цветах. Вот это Sunrise и есть еще Twilight один цвет, но его почему-то вообще нигде нет. Просто ни в одном магазине его нет в наличии. Но будет повод в другом видео еще про него поговорить. Я думаю, что если вы давно смотрите мой канал, вы прекрасно знакомы вот с этими вот палетками. Здесь сколько у нас? 12 оттенков теней. И вот эти палетки я вам очень рекомендовала, потому что они действительно хорошие. Здесь есть оттенки розовые, есть нюдовые и есть еще палетка, которая называется Burn в таких красных теплых оттенках. Чем хороша эта палетка? Тем, что она недорогая. Она стоит до 500 рублей. Ну, понятно, в разных магазинах по-разному. И в ней хорошие действительно цвета, которые хорошие по качеству. Новая палетка содержит 8 оттенков и ее цена 254 рубля. Ну, то есть вот в два раза дешевле, да? Ну, как бы справедливо в два раза меньше цветов, в два раза дешевле. На самом деле палетка красивая именно по цветам, но я не совсем поняла, в чем как бы ее принципиальная разница с палеткой, которая называется Twilight. Потому что в Twilight очень похожие оттенки, но немножко просто потемнее. Вот прям чуть-чуть потемнее. И есть, по-моему, еще черный оттенок вместо вот этого темно-коричневого. Красивые тени, которые достаточно пигментированы. Кстати, вот это интересный вообще оттенок. Он такой, знаете, прям такой желтый, очень плотненький, очень кремовый, хорошо наносится. Но ее минус в том, что она очень сильно осыпается. То есть вот прямо очень сильно осыпается, если вы ее будете наносить кисточкой. Ну, а чем же вы еще ее будете наносить, да? Вот эти тени. Вот это, это дуахром фиолетовый. Его вы будете наносить, естественно, пальцем, чтобы передать вот этот весь пигмент. И он тогда не будет осыпаться. Ну, как бы понятное дело. Но кистью это просто кошмар. Вот особенно вот эти два сильно сияющих оттенка прям сыпятся и сыпятся. Растушевывается, тем не менее, хорошо-хорошо выглядит на глазах. И вообще, как бы, знаете, самый главный минус этой палетки только в том, что тени осыпаются при нанесении. Но с этим можно справиться, если нанесете побольше пудры под глаза. И потом ее смахнете вместе с вот этими вот всеми осыпавшимися кусочками. Так очень даже неплохо. Будем ждать, когда появится вторая, чтобы уже сложить полное впечатление об этих двух новинках. Следующую палетку я купила, вообще-то, уже давно, но никак не могла, знаете, рассказать про нее. Вот что-то толковое, потому что я ее просто никак не могла понять. Это палетка от Artvisage, которая называется Brightway. Здесь у нас 10 оттенков разных теней. Здесь есть сияющие, здесь есть матовые цвета. И они, по-моему, были выпущены в нескольких вариантах. Но я видела в магазине только вот этот. Она довольно дорогая, она стоила 441 рубль. То есть, ну так вот, прям, знаете, уже приличненько для Artvisage. И поначалу, когда я вот первый несколько раз ее пробовала, мне она ужасно не понравилась. Потому что мне показалось, знаете, она такая бледная, у нее такие бледные оттенки, которые вот прям вот как-то, ну, не видно их на коже, в общем. И что-то я была вообще, вообще не в себе просто, когда я ее пробовала. Я думала, боже, ну что это, ну 441 рубль, ну Artvisage, ну вы что, вообще зачем? В общем, второй момент, что мне в ней не нравится, это то, что в ней довольно унылые оттенки теней. Вообще, я такие цвета люблю. Ну, как бы вы видите, да? Тени, которые у меня на глазах, вот меня прям тянет к каким-то таким вот лиловеньким таким сизым цветам бежевым. Ну, в общем, опять же, мои давнишние зрители прекрасно знают об этой моей особенности. Но здесь вот как-то, ну прям, ну совсем. Ну вот как-то, ну что ж за скука такая? Знаете, вот сейчас февраль, вы можете посмотреть за окно, и там вот примерно такие же цвета. Там, знаете, грязный снег, мокрый асфальт, снег, понятно какой, да? В общем, ну как-то прям печально. Но, тем не менее, попользовавшись ей какое-то время, я, в принципе, к ней приноровилась и поняла, что вот для вот такого вот вида макияжа, правда, сегодня он сделан не этой палеткой, но примерно такого вот суперспокойного, супербазового, это неплохой вариант, потому что эти тени очень хорошо растушевываются. С ними легко работать, они могут немножко осыпаться, но вообще ни в какое сравнение не идут с палеткой от Evelyn. Но как бы минусы остаются те же самые, то есть это не то, что прям какая-то мегапигментация, ну такие вот прям, такие прям средненькие. И то, что просто сами оттенки сами по себе какие-то довольно унылые. Я считаю, что 441 рубль, это в золотом яблоке такая цена на эту палетку, это супер просто дорого для нее. И если бы ее продавали вот как Evelyn за 250 рублей, вот это было бы, вот это было бы нормально. Вот это вот тогда можно было бы о ней говорить как о какой-то базовой палетке, а так, ну что-то как-то, знаете, ну как-то так. Еще у нас сегодня будет много пупы, и первая пупа в сегодняшнем списке это вот такой вот стик, это тональная основа. Я ее купила в магазине Рив Гоши, она стоила 1187 рублей. Кстати говоря, еще у нас будет вот такой хайлайтер сегодня и две помады от пупы, но вот их я не покупала, их мне прислали в пиар-рассылке от бренда. А вот это вот я купила сама, и вы знаете, я прям так вот как-то задумалась над этим стиком, что же это такое было. Если вы, опять же, давно смотрите мой канал, вы знаете вот про такую штучку от Max Factor, это называется Pan Stick. Pan Stick, это такое универсальное средство, в ужасном уже виде, надо его обновить, оно много-много раз у меня падало на пол, и я периодически их покупаю. Это как бы и тональная основа, и консилер в одном. Это супер плотный стик, то есть вот именно такой вот прям немножко пластилиновый, который вы можете нанести на все лицо как тональник, и тогда это получается очень плотная тональная основа, которая перекрывает просто все, но создает эффект маски. Это для случаев, когда вам, ну когда прям совсем все просто ужасно с кожей, либо когда вы собираетесь выступать на сцене, и вам надо, чтобы лицо смотрелось абсолютно идеально. Вот вы накладываете вот это, потом сверху пудрой, там консилером все замазываете, и будет все вообще замечательно. Вот это что-то вроде того. То есть это тоже вот такой вот стик, он предназначен для нормальной и для смешанной кожи. И вот это случай, когда очень внимательно надо читать упаковку, где вот это написано, потому что для сухой кожи это будет полный кошмар. Это очень-очень плотное средство, которое, когда вы наносите, выглядит у вас на лице просто как замазка, и на упаковке его рекомендуется растушевывать влажным спонжем. Я считаю, что это вообще обязательное условие, потому что пальцами, например, либо кистью вы его не растушуете нормально, он прям вот останется у вас, как будто вы, ну реально, каким-то пластилином вот так себе по лицу поводили, у вас остались от пластилина вот такие вот всякие разводы, и что с ними делать дальше? Обязательно влажным спонжем его растушевываете, тогда он будет смотреться нормально на лице, и будет хорошо прикрывать всякие недостатки. Но если у вас есть шелушение, если у вас сухая кожа, если у вас кожа возрастная, это вообще средство абсолютно не для вас, потому что это будет просто ад. У вас на лице будет конкретно ад, будет все видно, вот эти все, знаете, шматки кожи, все будет подчеркнуто, все будет совершенно ужасно. Я считаю, что на самом деле 1187 рублей для такой вот вещи, ну это супер дорого, во-первых, во-вторых, он ощущается на лице немножко, знаете, как такая маслянистая пленочка, даже когда вы его растушевываете. И в целом это неудачное средство, по моему мнению, потому что есть, например, вот такая вот вещь, которую можно использовать еще и как консилер, вот этому вообще-то как консилеру не особо хватает пигментации на то, чтобы перекрывать какие-то серьезные недостатки на коже. И как бы вот это вот стоит сейчас без скидки 400 рублей в магазинах, ну то есть со скидкой еще дешевле, а вот это вот 1200, это, по-моему, уже цена со скидкой. Дальше у нас будет вот такая вот база от Evelyn, это Full HD база под макияж, выравнивающая, матирующая. Первое, уменьшает видимость пор, разглаживает рельеф кожи и продлевает стойкость макияжа. 16 часов, знаете, как всегда, вот напишут 16 часов, а что 16 часов, типа база эта держится на коже 16 часов, через 16 часов она такая, о-хо-хо, время пришло, все, пока, и вот так вот сползла у вас вся с лица, или что потом произойдет через 16 часов, вообще непонятно. В общем, что это такое? Обычная база под макияж, которую можно использовать самостоятельно. Она немножко такой имеет розовый оттенок, вот странно, что написано, что она матирующая, потому что на самом деле она содержит небольшие светоотражающие частички, и это штука, которая просто, ну, как бы делает вашу кожу чуть-чуть увлажненнее, чуть-чуть она, знаете, действительно выравнивает, заполняет какие-то мелкие морщинки, если вы ее наносите самостоятельно, то есть без тонального крема сверху, она действует как такой прям, ну, прозрачный, непигментированный сиси-крем. Приятная вещь, и тональное средство на нее ложится лучше. Я вообще не любительница каких-то вот прям таких баз под макияж на ежедневной основе, поэтому я вот применяю такие вещи больше перед видео, например, когда какой-то такой потяжелее макияж. Но если в обычной жизни ее наносить как самостоятельное средство, без тональной основы, то вот такое вот я люблю. Единственный ее минус в том, что она очень сильно пахнет. У нее очень яркая парфюмированная отдушка, похоже немножко, знаете, на что? Духи и фореи от Кельвин Кляйн. Вот как бы такой очень теплый какой-то восточный аромат. Если вы не переносите яркие запахи, то вы сначала ее лучше понюхаете в магазине, потому что вы, наверное, тогда сильно удивитесь. Ох, какой прям, знаете, такой ох и запах такой сильный и не совсем уместный для такого средства. Два хайлайтера для лица Glow & Go от Evelyn. Один в оттенке Golden Glow, второй в оттенке Candy Glow. Ну, собственно, понятно. Golden Glow это желтый, золотой, а Candy Glow это розовый. Здесь написано, что он содержит керамиды и экстракт зеленого чая, роскошное сияние и придает коже увлажнение. Кстати говоря, вот это стоило база 263 рубля, вот эти вот два хайлайтера стоят 243 рубля. И вот это вот Golden, вот это вот Candy. Они красиво смотрятся, когда они, вот знаете, так немножко поплотнее нанесены, но когда вы их наносите вот прям совсем, растушевываете в кожу, чтобы там, ну чуть-чуть совсем как-то было так, то вы замечаете, что вот этот вот пигмент, он, конечно, у вас рассеивается и остаются только отдельные блесточки, которые потом будут у вас по всему лицу. Это красивая вещь, если ее применять, например, подматывая тональную основу, тогда смотрится реально классно. То есть сначала вот это нанесли, потом сверху все замазываете матовой тональной основой, и у вас получается такой эффект сияния изнутри. Если наносите ее как бы сверху как хайлайтер, лучше поплотнее наносить, и тогда вот будет вот такой вот красивый эффект, а не эффект, когда вот прям какие-то отдельные блесточки. Но в целом я бы не сказала, что я как-то могу ее порекомендовать. Такая проходная вещица. Дальше, что у нас еще? А, давайте поговорим про вот этот хайлайтер от Пупы, который называется Glow Obsession. Это вот линейка целая была этих хайлайтеров. И это хайлайтер в стике, который, ну вообще, знаете, он красивый, конечно. То есть здесь красивый такой оттенок, какой-то розовое, золото, можно так его описать. Но здесь тоже очень большое количество каких-то отдельных блесточек, которые... Вот в чем вообще проблема вот этих всех кремовых жидких хайлайтеров? Почему я их не очень люблю? Потому что когда они засыхают у вас на лице, эти отдельные блестки начинают от них отслаиваться. И они летят вот так вот во все стороны, везде просто у вас, даже там, куда вы вообще не планировали наносить это средство и не хотели этого делать. Он застывает намного быстрее, чем Эвелин. То есть у Эвелин до сих пор такая немножко маслянистая текстура. Здесь он уже засох. И здесь уже вот эти вот отдельные все блесточки полетели. Ну, опять же, я как бы... Я не приветствую такие формы хайлайтеров вот именно в кремовом виде. Просто потому что, мне кажется, что вот этот вот огромный недостаток, он практически у всех у них присутствует. И поэтому ни вот это, ни вот это вот особо как-то рекомендовать не могу. Дальше у нас вот такие вот румяна от Эвелин, которые, опять же, называются Blush Full HD 16 часов. Опять какие-то 16 часов у нас здесь на карте стоят. И это, ну, вот такой вот стик. Румяна в стике. Вот, кстати, румяна в стиках это лучшая идея, как мне кажется, потому что они хорошо растушевываются. Их можно прям, знаете, так втушевать в кожу, что это вообще будет как будто ваш естественный румянец. Но минус конкретно вот этого стика в том, что он не засыхает. То есть он остается маслянистый. Такой пленочкой у вас на лице. Это большая проблема. Если он вам будет, например, растворять тональное средство, это будет прям совсем печально. Ну и кто не любит вот этот вот эффект какого-то такого маслица слегка на лице, тот, конечно, останется очень и очень недоволен. Кстати говоря, вот эти румяна, они просто супер дешевые. Я их купила в подружке за 129 рублей. То есть, ну, прям совсем недорого. И у меня такое впечатление, как будто Эвелин начали очень сильно как-то, знаете, подражать своим, ну, так скажем, старшим братьям, да, то есть брендам также из бюджетной категории, но которые так вот немножко повыше по цене, потому что вот такое есть и у NYX, и у L'Oreal есть. У каких только брендов нет вот таких вот стиков, вот они решили тоже их выпустить. Следующее, что хотела вам показать, это вот такая вот матирующая пудра. Она суперстойкая, как уверяют Эвелин, и она очень сильно похожа на L'Oreal'евские вот такие вот пудры, причем она похожа даже по как бы своей текстуре. Хорошая пудра, которая может сушить кожу, если она у вас сухая. Я ее не рекомендую вам наносить на сухую кожу, вот прям, знаете, вот таким вот плотным слоем, потому что девчонки жирной кожи любят вот так вот сделать, и прям там вместо тональной основы нанести. Это хорошо для жирной кожи, ну, как бы не то, что хорошо в плане там какого-то здоровья, а в плане того, что это обычно на жирной коже смотрится намного лучше, чем на сухой. Если у вас сухая кожа, берете кисточкой и чуть-чуть ее наносите. В общем, пудра мне понравилась, ну, как бы, знаете, опять же, к пудре особо нет каких-то вот прям мега вопросов, потому что, если она справляется со своей задачей, а именно матирует кожу, выравнивает как-то ее общий тон, и ее не видно на лице, то вот как бы все, уже пудра справилась со своей задачей. Еще одна пудра у них вышла матирующая рассыпчатая, и это банановая пудра. Вы знаете, интересная ситуация, потому что обычно, почему пудра называется банановой, то есть вообще на рынке это как, ну, такое отдельное наименование банановая пудра. Обычно она называется банановой, потому что она желтая. В ее состав не входят там какие-то экстракты банана, как правило, она желтая, и она корректирует какие-то, ну, там синеву может под глазами корректировать, да, ну, то есть вот этот вот желтый цвет, он обладает таким свойством цветокоррекции, ну, как бы в идеале, ну, точнее, не в идеале, в оригинальном прочтении. А эта пудра банановая, потому что она пахнет бананом. И еще есть в этой коллекции персиковая пудра, но я так понимаю, что, может быть, ее у нас в магазинах и не будет, которая пахнет персиком, как несложно догадаться. А вообще, это рисовая пудра, то есть это конкретно перемолотая, рисовая, ну, вот это не зернышко, а оболочка зерна рисового. И на сайте Эвелин очень подробно как-то про это написано, что вот рисовая пудра, она такая хорошая для кожи, она такая там чуть ли не полезная. Ну, действительно, неплохая пудра, которая тоже хорошо матирует, ее не видно на лице. На этом ее плюсы и минусы заканчиваются. Просто вот такой вот очень даже бюджетный вариант, потому что стоит-стоит-стоит она 203 рубля. Очень даже бюджетно. Еще у Эвелин вышел вот такой вот карандашик для бровей. Вы знаете, мне он не особо понравился, потому что, во-первых, такой карандаш уже есть у Мэйбелин. Это называется карандаш 3 в 1. Номер 1 это то, что здесь есть сам карандаш. Вот такой вот он треугольный. Номер 2 это то, что здесь есть пудра для бровей, которой вы можете заполнить потом бровь после того, как ее обрисовали этим карандашом. А как вы думаете, где здесь номер 3? В чем здесь номер 3? Я думала, что номер 3 это, например, ну там тушь для бровей, да, для закрепления. На самом деле номер 3 это то, что здесь есть вот эта вот щеточка. Тогда получается все мои карандаши для бровей это 2 в 1, потому что там есть вот такая вот щеточка. В общем, почему мне не понравился этот карандаш? Потому что у него какая-то восковая такая текстура. То есть я люблю пудровые варианты карандашей, которые вот вы нанесли, потом вот этой щеточкой, вот этой щеточкой можете растушевать, а вот этот вы его наносите и все, он прям вот прилип к коже и никуда не растушевывается. И кроме того, у него какой-то странноватый оттенок, который, по-моему, отливает не то в какой-то рыжий, а не то в зеленый цвет. Поэтому, к сожалению, карандаш не зашел. Кстати, он какой-то вообще не такой уж и дешевый, он стоил 199 рублей. Это было с большой скидкой, а в оригинале он стоил чуть ли там не 299 рублей, ну то есть так вот прям прилично. И самое последнее из бюджетной косметики это то, что у Пупы есть красивые оттенки помад, которые называются I'm Nude, и мне кажется, я вам про них уже как-то рассказывала. Вот это они мне тоже присылали в пиар-рассылке. Помады Пупа, если вы смотрели мой ролик про лучшие вообще покупки от бренда Пупа, они мне всегда нравились, они вот такие вот, мне нравятся флакончики такие пузатенькие, но это просто хорошие, хорошие кремовые помады, очень комфортные на губах. У них есть очень хорошие матовые помады, которые так и называются I'm MAD, а вот эта линейка I'm Nude, она как бы нюдовая, как мне сложно догадаться, то есть естественные цвета. Мне очень понравился оттенок 003, вот который у меня сейчас на губах, ах нет, неправильно, у меня на губах 005, вот этот вот оттенок, а 003, наоборот, мне не слишком понравился, потому что он был для меня светловат. Я люблю, когда оттенки чуть-чуть такие потемнее, потому что у меня свой оттенок губ не самый светлый, соответственно, если помада очень светлая, это смотрится как минимум странно, потому что она не перекрывает естественный пигмент губ. Короче, помады хорошие у пупы, стик не очень, хайлайтер тоже какой-то так себе. Я вам обещала сделать видео про палетки новой пупа для глаз, я их купила, одну они мне прислали на обзор, единственную драгоценную палетку, еще три остальных я докупила сама, поэтому скоро я сделаю для вас наконец-то это видео про эти драгоценные четыре палетки и надеюсь, что вы его очень ждете. На этом я заканчиваю сегодняшнее видео, делитесь моими видео со своими друзьями, это лучшее, что вы можете сделать, для чего? Для того, чтобы поддержать вашего любимого блогера и сегодня в качестве пожелания я, наверное, знаете, что я вам пожелаю? просто вам скажу, что я вас очень-очень люблю, спасибо вам большое за то, что вы смотрите мой канал, спасибо вам за все те комментарии, которые вы мне оставляете, я их все читаю, не на все, правда, отвечаю, но всегда я все комментарии читаю, так что я в курсе, я в курсе всех ваших настроений, в общем, спасибо вам большое и до скорых встреч в следующих моих видеороликах, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok